Добрый-добрый день тем, кто уже подключился. Минуточку подождем остальных. Пожалуйста, напишите, как меня видно и слышно. Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста, в сообщениях. Так, не вижу ваших сообщений. Слышно хорошо, отлично. Все, замечательно слышим. Спасибо. Итак, начнем. Зовут меня Казачковская Влада, я тренер по карате. Сегодня мы с вами выучим несколько базовых ударов и блоков. Коротко очень расскажу о своем виде спорта. Хочется сказать, что карате переводится как «путь в пустой руке». Это связано с тем, что вся техника карате не предусматривает применение оружия. Мы рассчитываем только на собственные силы. Все названия, блоков и ударов, которые вы сегодня услышите, будут также на японском языке. К концу этой тренировки вы сможете не только выучить удары, но и выучить счет на японском языке от 1 до 10. Наверное, некоторые из вас уже знают, что карате получил олимпийскую лицензию. На ближайших олимпийских играх мы увидим наш вид спорта. Он будет представлен в двух разделах. Это ката, бой с невидимым противником или бой с тенью, как некоторые его называют. И кумите, непосредственно поединок двоих спортсменов. Ту технику, которую сегодня мы с вами изучим, в принципе, можно применить и там, и там. А также хочу отметить, что карате – это боевое искусство, где большое значение отдается традициям. И одной из них является определенное приветствие друг друга. Сейчас я с вами поприветствую друг друга по-каратэковски. Для этого необходимо встать в стойку в муссубе дачи. Пяточки вместе, носочки смотрят ввозь, ручки прижаты. После слова «рей» мы сделаем поклон и скажем «пос». Рей. Начнем. Сейчас я проверю. Все в порядке, отлично. Первое, что нужно сделать, это сформировать кулачок. Для этого необходимо сформировать четыре пальчика и большой палец сформировать сверху. То есть не внутрь, не сбоку, обязательно сверху. Это необходимо для того, чтобы при нанесении удара мы не травмировали сами себя. Удар будем наносить двумя косточками указательного и среднего пальца. И кулачки наши будут на так называемом хиките. Что это такое? Это место для кулачков. Оно находится на уровне пояса. Пальчики смотрят в потолок. Очень важно при этом опускать плечики, не задирать их. И чтобы локти смотрели по направлению назад, не в сторону. Прячем наши локоточки. Для этого нужно включить мышцы спины. Итак, первый удар, который мы с вами выучим, называется «цки». Это прямой удар рукой. Выполняется он сначала медленно, а потом будем ускоряться. Одна рука с хиките выходит на удар. И в самом-самом конце мы закручиваем кулачок, нанеся удар двумя косточками, как я уже сказала. На следующий счет поменяем ручки. Одна ручка убежит на хиките, вторая ручка нанесет удар. Только в самом-самом конце закручиваем кулак и следим за тем, чтобы хиките не уходила в сторону. Если посмотреть на спортсмена сверху и поставить две руки на удар, мы увидим треугольник. Наши плечи и руки образовывают треугольник. Вот сейчас кулаки находятся в том месте, куда они должны прийти в конечной фазе. То есть, куда они должны нанести удар. Не в бок, а ровно по центру своего тела на уровне солнечного сплетения. Попытаемся чуть-чуть ускориться. Есть небольшой секрет. Для того, чтобы удар получился по-настоящему мощным и быстрым, не нужно напрягать руку. Наоборот, она должна вылетать расслабленно и только в самом-самом конце. В карате это называется киме, мы ее напрягаем. Напрягаем нашу ручку, тем самым появляется мощь удара. Так, продолжаем. Рап, сич, ач, кю, дот. Хорошо, встряхнули ручки. Есть ли какие-то вопросы по технике исполнения? Так, пока ничего. Не возникает никаких вопросов. Отлично. Поздравляю, вы выучили первый удар. Он самый простой. И будет, конечно, здорово выучить блок, который поможет защититься от этого удара. На самом деле, блоков огромное количество. Мы выучим один из самых простых. Называется он Сота Уке. К сожалению, у меня нет, чтобы показать вам наглядно, как защищается. Но представьте, что вы наносите мне удар цки, который вы только что выучили. Что делаю я? Я от уха ставлю блок. Обратите внимание, когда мы били, наши плечики смотрели прямо. Во время блока плечи разворачиваются боком, для того, чтобы уменьшить площадь ударов. Для того, чтобы в меня не попали. Итак, одну ручку выпрямим, вторую поставим к уху. На счет. Рука прямая убежит на хиките. Вторая ручка сделает полукруг. Полукруг тем самым поставит блок. Уведет нас от удара. Ребром предплечья ставим блок. Руки каждый раз меняем. Рука с блока выпрямится, вторая ручка к уху. Сан на замах. Джи. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Зот. Отлично. Эти блоки и удары изучают дети с возраста 5-6 лет. Они всегда придумывают очень интересные ассоциации. Например, этот блок они называют ухом слона. Это связано с тем, что прямая рука похожа на хобот, а рука у уха напоминает само ухо слона. Постараемся сделать на одно движение и ускориться. Ич. Хин. Сан. Джи. Го. Реб. Сич. Хач. Кю. Рука с хейки тэ к уху и ставит блок. Зот. Хорошо. Так, вижу ваше сообщение. Отлично. Продолжаем. Мы только что выучили первый прямой удар рукой и блок, который защищает нас от этого удара. Переходим к удару ногами. Удар ногой. Ударов ногами огромное множество в карате. Все они выполняют разные функции и выполняются разными частями стопы. Сегодня мы выучим удар май гири. Это прямой удар ногой. Для начала возьмемся ручкой за стенку или за любой настоящий предмет для опоры. Что будем делать? Первый счет. Ич. Мы поднимаем ножку, выносим колено как можно выше груди. Смотрите внимательно. Носочек нашей ножки смотрит в потолок. Это первое движение. Вынос ноги. Второй счет. В ней вытягиваем ногу, наносим удар и возвращаем ее назад. Сам опускаем. Обратите внимание, каким местом я наношу удар. Подушечкой пальцев. Надеюсь, вам видно мои ноги. То есть сейчас нужно встать на подушечки, на носочки и почувствовать вот это положение ног. Можно потопать. Именно этим местом мы будем наносить удар. При выносе носочек смотрит вверх, а при ударе нога вытягивается, пальцы также продолжают смотреть вверх. По-ябонски это называется каши. При готовились. Удар вернули. Поставили. Меняйте ногу. Я менять не буду, чтобы вам было видно. Поставили. Поставили. Хорошо. Так, вижу вопросы. Отвечу на них чуть-чуть позже, после того, как мы пройдем технику. Сейчас можно оторвать руку от опоры. Ставим ручки перед собой. Ноги на ширине плеч. И проведем удар. Но постараемся увеличить скорость. Вынос колено. Удар. Возврат. Постановка. Каждый раз меняем ножку. Ич. Ей. Сан. Джи. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Зад. Отлично. Надеюсь, у вас получился удар. Он называется май гири. Еще раз. Это прямой удар ногой. Попробуем собрать все, что мы выучили, в одну связку. Ножки на ширине плеч. Первый счет. На один счет мы проведем два удара рукой. Ич. Еще разок. На один счет два удара рукой. Ич. Второй счет. Удар ногой май гири. И на третий счет удар сан. Еще разок. Левая ручка на ударе. Ич. Ей. Сан. И еще. Ич. Ей. Нога. Сан. Рука. Отлично. Интересно то, что эти удары, несмотря на то, что учат дети самого раннего возраста, необходимо вплоть до получения черного пояса. То есть это то, что вам понадобится до самого-самого конца спортивного пути. Сейчас я покажу, как это выглядит в стойках каратэ. И еще разок. Повторять сейчас мы этого не будем, потому что стойки отдельный большой раздел. Я сейчас просмотрю, какие вопросы поступили. С какого возраста рекомендуется начать заниматься детям? Возраст. У нас занимаются дети с 5-6 лет. Как правило, первый год обучения это больше ОФП-нагрузка. Ну, собственно, после этого возраста в любой ждем. С 8 лет. С 8 лет идет уже углубленное изучение техники. Важен ли рост в каратэ? Нет, на самом деле нет. В комитэ есть несколько разделений возрастных, и в каждом возрасте есть еще весовые разделения. То есть, как правило, более высокие уходят в более высокую весовую категорию, а детки пониже сражаются между собой. Этот вид спорта больше подходит девочкам или мальчикам. Так, у меня пропало видео. Напишите, пожалуйста, видите ли вы меня? Потому что у меня пропала картинка. Буду пока отвечать. Надеюсь, что вы меня слышите. Этот вид спорта... Картинки нет. С чем это связано, не могу понять. Так, на секунду. Вот, у меня появилась картинка. Да-да-да, все-все наладили. Еще один вопрос у нас поступил. Кому больше подходит этот вид спорта, девочкам или мальчикам? На самом деле, смело могу сказать о том, что треть занимающихся сейчас этой девчонки, они показывают ничуть не хуже результат, чем мальчики, а иногда даже наоборот. Некоторые переживают, что карате очень травмоопасный вид спорта, и поэтому стараются избегать и не отдавать своих дочерей в этот вид спорта. На самом деле, это не так. Так, у нас, во-первых, поединки кумите проходят на дистанции, то есть мы не касаемся в голову до определенного возраста. И, кроме того, используем средства защиты, накладки, футы, нагольники. Поэтому это не травмоопасно. Здоровья и успехов! Спасибо! Что ж, хочу еще вам показать один блок. Мы с вами выучили удары ногой Майгири, но не знаем, как от него защититься. Что же для этого нужно сделать? Одна ручка идет на замах, вторая на ухо. Рука от уха будет скользить вниз и тем самым сблокирует удар ногой. Этот блок называется Гедан Барай, защита от удара Майгири. Рука с хикитой закроет в ушках и поставит блок. Гедан Барай, сан, джи, го, трак, сич, хач, кю, джи. Итак, после сегодняшней тренировки вы выучили два удара. Удар ски, прямой удар рукой, удар Майгири, прямой удар ногой и два блока Сота Уке и Гедан Барай. Если у вас остались еще какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Сколько лет вы шли к черному поясу? Есть определенные ограничения. Нельзя получить черный пояс, не достигнув определенного возраста. В некоторых школах это 16, в некоторых 18 лет. Я получила пояс в 17 лет, в черный пояс, значит, шла к нему 9 лет. В 8 лет я пришла на занятия, в 17 лет добилась, чего хотела. Спасибо. Так, если остались еще какие-то вопросы, жду их. Хочу сказать спасибо всем, кто был сегодня вместе со мной. Обязательно занимайтесь спортом, повышайте уровень своей энергии. Если у вас остались какие-то вопросы о карате, вы можете задать нам их в группу ВКонтакте. Она называется Омский Союз Карате. Я скину ссылку в комментарии к этому видео. Обязательно следите за проектом «Тренируй тело», потому что спорт – это норма жизни, и это очень важно для каждого из нас. Прощаться с вами будем также по-каратэковски, с той кому-суби-дачи. Пятки вместе носки брос, ручки приезжают. Рей! Ос! Спасибо. До новых встреч! Вижу еще вопрос. Давайте успеваем на него ответить. Какой бы вы дали главный совет для спортсменов, для тех, кто хочет достичь вершины? Верить в свои силы, верить и упорно к ним идти. Я сейчас тренирую ребят, и у меня есть множество примеров, когда дети приходят и добиваются своих результатов не через год, как многие ожидают, а спустя длительное время, спустя 3-5 лет. Но они неизбежно к нему приходят, поэтому нужно верить и стараться и ждать. Когда вы стали КМС, что вы для этого сделали и какие соревнования? Если я не ошибаюсь, сейчас КМС можно заработать, став чемпионом областного турнира. Если на соревнованиях в твоей категории было больше 16 человек, я выступала и на международных турнирах и показывала результат там. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok